друзья всем большой привет спасибо что вы заглянули в это видео и в сегодняшнем видео я хочу показать вам как наносится яркий гламурный образ на какой-то торжественный вечер или праздник пошагово я думаю это видео будет особенно полезно для тех кто еще только начинает свой путь в макияже кто не совсем разбирается какое средство нужно наносить в первую очередь или для чего она вообще нужно поэтому сегодня мы с вами разберем все потихоньку помаленьку пошагово и я думаю после этого видео каждый сможет уже накраситься более ярко более торжественно поэтому если вас это интересует обязательно остаемся на связи и поехали макияж у нас будет ярким как я сказала поэтому я уже частично в образе сделала прическу при помощи геля для волос мне нравится такой мокрый эффект на волосах смотрится необычно но все же эффектно самый первый шаг в макияже это подготовка и оформление лица здесь мы можем разделить макияж на две категории либо он у вас не яркий или скажем тени не такие сыпучие что вы можете вначале нанести тональную основу а затем уже переходить к макияжу глаз либо же вы знаете что у вас будет очень яркий макияж глаз при использовании теней вы знаете что они скорее всего будут осыпаться у вас на вот эту вот область особенно если вы делаете какие-нибудь смоки айс там нужно использовать очень много теней именно наслаивать их поэтому зачастую такие тени осыпаются и если ваше лицо уже скажем готово вы нанесли тон консилер то очень тяжело потом это все убрать как-то смахнуть с лица и иногда получается такая вот грязь у нас на лице поэтому зачастую при таких макияжах в начале красятся глаза а затем уже оформляется лицо сегодня мы начнем именно с классики жанра с оформления лица и бровей вообще брови все оформляют по-разному перед нанесением тональной основы после нанесения тональной основы если вы используете карандаш или какую-то помадку то вы можете оформить ваши брови после того как вы скажем нанесли тональную основу поскольку я буду использовать гель для бровей то он может мою тональную основу немножечко размазать поэтому сегодня в первую очередь я оформлю свои брови а затем уже оформлю свое лицо перед тем как оформить свои брови я их расчесываю привожу примерно в нужную форму и затем начинаю укладывать их гелем. Это всегда зависит от ваших бровей. Если ваши волоски бровей мягкие, они не слишком длинные, но все же они у вас имеются, и вы не повыщипывали их лет 10 назад, они у вас нормально растут, то в таком случае можно использовать какой-либо карандаш, просто заполнить ваши брови, чтобы они не терялись на вашем лице при ярком макияже, потому что брови это очень и очень важный шаг. Если мы не оформляем брови, то макияж кажется незаконченным. Для этого вы можете использовать различные карандаши для бровей. У меня сейчас, к примеру, вот такой механический от Maybelline. Он мягкий, прорисовывает очень хорошо, им даже можно единично дорисовать некоторые волоски, мне он очень нравится. Также вы можете использовать помадку, если ваши брови редкие, если вы считаете, что их нужно хорошенько заполнять, и чтобы не видно было этих проплешин, то помадка в данном случае тоже вам очень хорошо в этом поможет. Тем более помадки по большей части водостойкие, они продержатся очень долго. У меня сейчас здесь две помадки, одна от бренда Nabla, другая от Anastasia Beverly Hills. Обеими я одно время очень много пользовалась. Anastasia Beverly Hills у меня даже почти закончилась. Кроме этого, можно использовать и оттеночный гель для бровей. Если вы знаете, что у вас и без того яркие брови, например, если у вас очень яркая внешность, темные густые брови, то вам не обязательно прибегать. Может быть, даже к какой-то карандашной технике или к помадке можно взять либо прозрачный. Если вы считаете, что у вас супер яркие брови, либо же оттеночный гель для бровей, который немножечко еще придаст оттенок им, подчеркнет их, то этого будет абсолютно достаточно. Я по своему цветотипу светлая, у меня русые волосы, у меня светлые ресницы, их практически незаметно. Поэтому, когда я делаю себе яркий макияж, то брови мои нужно обязательно подчеркивать. У меня длинные волоски, жесткие волоски, они не укладываются просто так. Поэтому я лично для себя выработала свою технику по укладке бровей. Вначале я использую прозрачный гель, чтобы уложить их в нужную мне форму. То есть, посмотрите, даже если я просто буду почесывать вот так брови, то за счет того, что они у меня длинные, они у меня не ложатся так, как нужно. Они мне начинают здесь завиваться. Когда гель, первый слой геля немножечко подсыхает, я могу уже выкроить эту нужную мне форму. Одно время я очень долго их подстригала, но затем поняла, что все-таки это не то, что мне нравится. И теперь я прибегаю иной раз к ламинированию бровей. Ламинирование держится у меня не так долго, но тем не менее оно помогает мне приводить мои брови в порядок. Сейчас у меня ламинирование уже прошло, но при помощи такой укладки я все еще могу уложить свои брови гелем. Посмотрите, теперь я как бы приклеиваю свои брови к коже. Это опять же, знаете, дело вкуса, но с моими бровями нужно поступать только так. И я уже выкладываю их так, как мне нужно. И через каких-то пару секунд или через минуту можно сказать, что мои волоски лежат так, как нужно. На моем канале есть отдельное видео, как я оформляю свои брови. Если вам интересно, то вы можете заглянуть и посмотреть. А затем я оформляю свои брови при помощи маркера. Маркеры имеются от очень разных брендов, в более бюджетной ценовой категории и подороже. У меня это NYX. Одно время я использовала MAC, также Anastasia Beverly Hills, но от NYX на сегодняшний момент мне нравится больше всего. Мой оттенок 06 Ash Brown. И при помощи маркера можно подрисовать волоски, нехватающие волоски, там, где у вас какие-то просветы, сделать брови более густыми. Если у вас короткая бровь, то можно подрисовать эти волоски и удлинить так вашу бровь, если, скажем, здесь на кончиках у вас она не растет. То же самое и где-то посреди брови. То есть, если вы хотите придать именно нужную форму, нужную густоту вашим бровям, то в таком случае такие маркеры очень хорошо помогают. Плюс это выглядит более натурально, чем, скажем, вы просто зарисуете это помадкой. Я обычно начинаю оформлять свою бровь с середины и затем уже движусь дальше. Вот здесь на кончике я подрисовываю парочку волосков, чтобы удлинить свою бровь там, где они у меня не растут, а также посредине брови, где я вижу, что у меня имеются какие-то проплешинки. Сейчас вы можете сравнить даже, как выглядит оформленная бровь и как выглядит бровь без маркера. Лично мне очень нравится такая техника оформления бровей. Не занимает много времени и брови выглядят относительно натурально. В том числе вы можете использовать и тени для бровей. Тени обычно не такие яркие, скажем, как помадка или карандаш. Это уже тоже что-то идет в сторону нежности. В общем, в любом случае брови можно оформить любыми техниками и любыми средствами. Главное не забывать про них, потому что брови, как мы уже все знаем, это рамка нашего лица, о которой нельзя забывать. Мы переходим уже к лицу. И чтобы подготовить лицо к нанесению тональной основы, вначале я протираю лицо тоником. Этот тоник может быть абсолютно любым, подходящим именно к типу вашей кожи. Я сейчас не использую ничего агрессивного. У меня это увлажняющий, успокаивающий тоник от Кадали, но не в этом вообще суть. Обычно нужно лицо протирать тоником, потому что уже даже на ватном диске вы сейчас можете заметить какие-то частички грязи и пыли, хотя я не так давно умывалась. Даже если мы не наносим на лицо ничего, то лицо оно все равно загрязняется. Мы переходим к следующему шагу, и это праймер. Для того, чтобы тональная основа хорошо и долго продержалась, обязательно, обязательно, обязательно нужно наносить праймер. Либо вы можете нанести свой увлажняющий крем. Если, например, у вас сухая кожа, то кожа должна быть очень хорошо увлажнена. Праймеры бывают очень разные, от разных брендов, и вам нужно найти тот, который будет подходить именно для вашей кожи. Есть праймеры увлажняющие, опять же, для сухих типов кожи. Есть праймеры матирующие, если у вас комбинированная или жирная кожа и начинает по стечению дня быстрее блестеть. Есть праймеры, которые затирают поры, если они у вас расширены так, чтобы, скажем, на фотографиях или вообще в целом поры не были так видны. Другими словами, такие праймеры любят называть как затирка пор. Такие я бы не советовала использовать на постоянной основе, потому что зачастую они силиконовые, и их нужно всегда очень-очень тщательно смывать с лица, чтобы они не оставались ни в коем случае на лице и не забивали поры. Некоторые праймеры имеют липковатый финиш, так что тональная основа прям очень хорошо приклеивается к вашему лицу и держится тоже очень долго. Такие праймеры мне, кстати, очень нравятся, хотя по первым ощущениям они как-то немножечко клеятся на лице, но в целом затем всегда результат получается очень классно. Одни из склеящихся, скажем, у меня имеется праймер от Milk, у меня уже больше половины использовано его, он, кстати, увлажняет кожу и придает вот этот вот липкий эффект, так что поверх тональной основы ложится очень-очень хорошо. От Laura Mercier у меня имеется, например, вот такой вот подсвечивающий, сияющий праймер, который слегка увлажняет кожу, и если вы хотите добиться именно сияющего покрытия, то такой праймер тоже очень хорошо подходит. По поводу затирки пор, праймер от Benefit имеет такое свойство, также праймер от Smashbox Photo Finish, сейчас у меня его нет здесь под рукой, но он тоже очень хорошо с этим справляется, а также у Catrice имеются и увлажняющий праймер, также и который затирает, сглаживает немножко поры, и матирующий праймер. В общем, в масс-маркете также можно найти определенные подложки по тону, которые хорошо с этим справляются. Сегодня я буду использовать праймер от Jason Wu, я вам его уже показывала в одном своем видео. Этот праймер уже имеет оттенок, то есть он еще раз сглаживает тон кожи, подготавливает, конечно же, его, но и скрывает какие-то покраснения. Посмотрите, он уже имеет вот такой коричневый оттенок, и сейчас я буду его наносить уже чистыми руками на чистую подготовленную кожу. Помимо этого праймер, неважно какой вы возьмете, образовывает слой между вашей кожей и тональной основой. Вы должны представить это так. Ваша кожа с вашей текстурой, с какими-то определенными неровностями, расширенными порами, может быть, и затем вы наносите праймер. Праймер ложится и выравнивает тон вашей кожи, подготавливает ее, а затем на праймер, на уже этот более выровненный слой вы наносите тональную основу, и тональная основа ложится лучше. Кожа выглядит ровнее, тон тем самым ложится лучше и не проваливается в текстуру. Мы переходим уже к нанесению тональной основы. Опять же, как и праймер, тональная основа бывает с разными финишами, с разными компонентами, подходящие к определенному типу кожи. Если у вас жирная или комбинированная кожа, то можно найти матирующие тональные основы. Для сухой кожи имеются определенные тональные основы, которые увлажняют ее. Для нормальной кожи можно также найти определенные тональные основы, которые не будут слишком мотировать, они не будут слишком увлажнять. В общем, что-то в среднем. Помимо этого, нужно обращать внимание также и на покрытие тональной основы. Хотите вы плотное покрытие, хотите вы легкое покрытие. Поскольку у нас сегодня яркий макияж, что я хочу использовать тональную основу, которая будет поплотнее. Не обязательно брать слишком плотную тональную основу, можно взять ее среднего покрытия и затем потихоньку, помаленьку наслаивать. Если вы наносите за раз очень много тональной основы, то это выглядит как маска. Тональная основа не ложится так, как нужно, она не сливается с вашей кожей и выглядит просто как отдельным каким-то средством, которое вы просто наложили на свое лицо. Моя тональная основа сегодня будет у меня от LORAC. Мне нравится она, она имеет среднее до плотного покрытия, то есть если мы ее будем наслаивать, то можно добиться более плотного покрытия. Я всегда тональную основу наношу вначале именно на руку, я не наношу ее сразу на лицо, потому что я так смотрю на дозировку тональной основы, нужно мне добавлять или не нужно, поэтому вначале я наношу на руку, а затем пальчиком уже наношу понемножку, наношу примерно на центр. Смотрите, у меня здесь осталось еще достаточно много тональной основы на руке, но вначале мы будем работать с тем, что нанесено у меня сейчас на лице. Тональную основу можно вырабатывать либо спонжем, его обязательно предварительно нужно вначале намочить, а минус спонжа в том, что он все равно какую-то часть немножечко проглатывает, и поэтому нужно использовать чуть больше тональной основы, если вы хотите добиться более плотного покрытия. Кисть сразу же все, можно сказать, оставляет на лице. Если вы используете кисть, то ваше покрытие с первого раза уже будет чуть плотнее, если это сравнивать со спонжем. Это всегда дело вкуса, спонж очень натурально вырабатывает тональную основу в лицо, но сегодня я вам хотела показать именно нанесение с кистью и продемонстрировать, как это примерно выглядит. Кисти также могут быть очень-очень разными. Я обожаю свою вот эту вот любимицу от Real Techniques, но, к сожалению, ее больше уже нет в продаже. Это была лимитированная коллекция еще, может быть, два или два с половиной года назад, и их уже давно перестали выпускать, к сожалению, поэтому не могу вам дать на них ссылки, но недавно я нашла вот такую кисть, опять же, от Real Techniques. Она плоская, имеет скошенную форму, но невероятно классно распределяет тональную основу на лице, друзья. Теперь кисточкой я макаю в тональную основу, которая у меня еще здесь на руке, и затем на те участки, где требуется чуть больше покрытия, я наношу ее там вторично. Я это делаю уже прихлопывающими движениями, потому что, когда мы растягиваем тональную основу, то она ложится не так плотно. Когда мы прихлопываем ее, то тон остается именно на том месте, куда мы его прижимаем. Если же мы растягиваем, то тон у нас растягивается по всему лицу. Никогда не забываем про переход от вот здесь подбородка, бороды к шее, потому что часто бывает так, что лицо у нас отличается по цвету от шеи и, скажем, даже от ушей. Лицо может быть либо светлее, либо темнее, зависит от пигментации вообще вашей кожи. И если мы не будем хорошо растушевывать переход именно от лица к шее, то именно нанесение тональной основы будет заметно. То есть будет видно, что вот вы отдельно, как такую, опять же, масочку, накрасили ваше лицо, и это не выглядит так натурально. Переход к ушам я здесь тоже пытаюсь растушевать, как могу. Тональную основу я не наношу на область под глазами, потому что здесь мы будем наносить консилер, и я не хочу наслаивать здесь продукты, чтобы это затем не выглядело, как какой-то слоеный пирожок, потому что это нежная часть под нашими глазами, особенно сейчас 30+, если имеются уже какие-то морщиночки, то туда очень легко может что-то скататься, поэтому чем меньше продукта мы туда наносим, тем лучше. Тон лица мы выровняли, и чтобы лицо не выглядело просто одним, скажем, листом бумаги ровным, нужно добавить рельеф нашему лицу. Для этого мы используем консилер. Консилер используется для того, чтобы высветлить определенные участки на нашем лице. Зачастую первое, что приходит на голову, это в основном темные круги под глазами, какие-то синячки, усталость и так далее. А может быть просто пигментация, или это ваша особенность, что у вас темные круги под глазами, поэтому консилер всегда в таком случае будет вашим спасителем. Консилер лучше всего использовать на тон, на два светлее тональной основы, но ни в коем случае не темнее, потому что тогда вы не высветлите ваши участки, а наоборот их затемните. При помощи консилера можно также скрыть на лице какие-то недостатки. Если у вас, опять же, просвечиваются какие-то пятнышки на лице, то можно взять консилер, но уже в тон, к тональной основе, и вот именно локально нанести на какие-то пятнышки на вашем лице. Сейчас я взяла консилер посветлее и буду наносить его именно на участки, которые мы хотим высветлить. Я наношу его именно вот сюда. Обычно я наношу еще немного консилера около носа, поскольку у меня здесь купероз, видно мои красные венки, то здесь я еще раз высветляю нос и также слегка наношу здесь на подбородок и на Т-зону. Консилер можно также очень хорошо растушевать спонжем. Можно взять именно вот эту конуснообразную сторону и им очень хорошо можно подбираться под глаза, скажем, в труднодоходимые какие-то участки, также и вокруг носа и так далее. Сегодня я буду использовать свою любимую кисть от Заева. Это номер 117. Люблю ее очень. Она у меня даже в двух экземплярах. Невероятно удобная. Очень хорошо растушевывает консилер и ей можно также хорошо подобраться в какие-то труднодоходимые участки. И консилер я всегда растушевываю прихлопывающими движениями. Я не растягиваю его, потому что я хочу, чтобы средство легло по максимуму там, где я его распределяю. И затем растушевываю это в тональную основу, то есть чтобы не было заметно резкого перехода. Посмотрите, теперь мы уже видим легкую разницу до консилера и после. Мы нанесли его на Т-зону, мы нанесли его на область под глазами, и тем самым вот эти места у нас высветлились. Лицо принимает уже более сияющий вид. И сейчас мы переходим уже к контурированию лица. Контур существует для того, чтобы подчеркнуть наше лицо, чтобы придать рельеф, или сделать визуальный лифтинг лица, или какую-либо коррекцию в визуальную лица. Потому что, если у вас, скажем, широкое лицо, или, так сказать, слишком низко посажены скулы, то есть формы лица всегда очень разные, то при помощи контура, при помощи тени на вашем лице вы можете достичь очень даже классных результатов. Контуринг можно делать при помощи кремовых продуктов. У меня, например, один из любимых – это кремовый контур от Charlotte Tilbury, который у меня уже почти закончился. У него здесь имеется подушечка, и это средство выходит именно через подушечку, нанося его на лицо, и затем его нужно растушевывать. Либо контур в стиках, как, например, от Benefit. Ну, вот это, я бы сказала, уже больше бронзер, а не контур, потому что бронзер, он всегда имеет теплый оттенок, а контур имеет холодный оттенок. При помощи контура мы именно задаем форму. Один из классных контурингов еще от Fenty Beauty. У меня это оттенок Amber. Сегодня как раз мы его будем использовать. На рынке имеется множество контурингов, которые можно использовать, как в масс-маркете, от Maybelline также. Также вы можете найти средства для контурирования вашего лица. Я думаю, там тоже много достойных средств. Сегодня я возьму то, что у меня здесь как раз под рукой имеется. Контуринг мы наносим всегда на выступающие участки лица. То есть это скулы. Я не наношу его под скулы, как это делалось раньше, лет 10 назад. Я наношу его на скулы, чтобы визуально их приподнять, когда мы будем растушевывать. То есть вот в эти части, вот так. Слишком сюда до середины лица я тоже его не веду. Также для затемнения я наношу его вот сюда, по линии роста волос. Иногда можно при помощи контуринга исправить форму носа. Опять же, визуально сделать носик более узким. Я не слишком много внимания отдаю всегда своему носу. Я просто его, знаете, затемняю так, как я это вижу. То есть я не пытаюсь его выкроить по-другому. Я наношу туда контуринг или бронзор для того, чтобы все лицо выглядело гармоничнее, а не только, скажем, затемненные участки вот здесь на скулах. Ну и также здесь по линии подбородка, опять же. При помощи кисти я начинаю растушевывать этот контуринг. И опять же это делаю, посмотрите, прихлопывающими движениями. Я не растягиваю его и тем самым растушевываю. Эта кисть у меня от Real Techniques под названием Sculpting Brush. Она идеально подходит для этого. Контур лица всегда зависит от формы вашего лица. Если у вас круглое лицо, скажем, вы его хотите вытянуть, то контур скул вы наносите чуть выше ваших скул и пытаетесь распределить именно чуть повыше. Но и в целом даже нанося контур именно чуть выше скул, вы тем самым подтягиваете ваше лицо. Если у вас высокий лоб, то в особенности можно нанести побольше по линии роста волос сюда контур и затемнить как бы здесь вот эту вот линию. Так визуально лоб станет чуть ниже. Ну и как я уже сказала насчет носа, я не пытаюсь его как-то выкроить. Хотя, безусловно, если вам хочется сделать нос поуже, без ножа, то можно хорошо при помощи контуринга также сделать его чуть вздернутее, чуть уже. Если у вас имеется такая особенность, как второй подбородочек, может быть, то затемнением именно вот этой линии вы тоже визуально его скрываете. С контуром лицо выглядит опять уже немножечко по-другому. Теперь мы видим тень. Я считаю, что макияж это просто невероятная штука. Что ж, теперь мы движемся к фиксации нашего лица. Для этого я люблю использовать рассыпчатую пудру. Имеются также и компактные пудры. Например, пудра от Charlotte Tilbury, которая мне тоже очень и очень нравится. Но сейчас я пока что с огромным удовольствием пользуюсь именно рассыпчатой пудрой от Hourglass. Она без талька не забивает поры и матирует очень и очень классно. Для этого я использую небольшую кисть. Это у меня, например, кисть 117 Oh My Brush. Сейчас стучу, чтобы опали остатки. И вот такими прихлопывающими движениями опять же. То есть вы понимаете, да, в своем макияже практически ничто не растягиваю. Я все время работаю именно прихлопывающими движениями. Потому что так у нас получается наилучшее покрытие. И наношу пудру на область под глазами, а также на Т-зону. И такой небольшой лайфхак, друзья. Если у вас имеются уже морщинки под глазами, они начинают у вас появляться, у вас там скатывается консилер или пудра, то лучше всего зафиксировать консилер сразу же после того, как вы его нанесли, пока он там не скатался. И мы фиксируем консилер по направлению к внутреннему уголку глаза. То есть так мы работаем против морщинки. И получается пудра ложится именно в эту морщинку и не скатывается там. Наношу пудру еще и на всю Т-зону. И на этом можно остановиться. Если у вас комбинированная или жирная кожа, вы можете также взять большую кисть. И затем большой пушистой кистью нанести эту пудру еще на все лицо. Я так начала делать с недавних времен, поскольку понимаю, что так моя тональная основа будет держаться еще дольше. Контур лица на этом у нас еще не закончен. Поскольку у нас будут яркие глаза, то мы не хотим, конечно же, чтобы на фоне их все остальное где-то затерялось. Поэтому здесь я хочу добавить немножечко бронзера. Бронзер уже служит для того, чтобы придать яркости вашему лицу, чтобы придать загорелости. Используя бронзер, как мне кажется, выглядишь сразу более здоровее, более свежее. Поэтому сейчас мы возьмем с вами еще бронзер. У меня это бронзер от LORAC. Бронзер можно найти абсолютно везде. Сейчас бронзеры делают очень классного качества. и масс-маркет, без каких-либо блесток, без каких-либо вкраплений. Хотя, безусловно, такие тоже есть, но их лучше всего использовать, может быть, летом. И опять же, вот такими вот прихлопывающими движениями и слегка растягивающими я наношу бронзер на свое лицо. Наношу его на те же места, где я наносила и контур. Немного заходя сюда еще на виски, мы переходим уже к румянам. Здесь, я думаю, не стоит говорить слишком много слов об этом. Румяна бывают, как и большинство средств декоративной косметики, кремовые или пудровые. И они всегда придают свежесть образу. Лично я люблю использовать нейтральные оттенки румян, например, уходящие в персиковый или в коричневый оттенок. Такие румяна всегда замечательно подходят. Не важно, какого цвета губы у вас будут или какого цвета макияжа глаз у вас накрашен. По неписанным правилам визажа румяна следует подбирать в цвет губ. То есть, если у вас что-то розовое, то румяна должны быть тоже в розовом оттенке. Если красная, то опять же вы должны смотреть, что там лучше вам подойдет. Но не важно, какого цвета вы накрасите губы, будь они у вас зеленые, синие, розовые, красные, малиновые, такой цвет румян подойдет абсолютно всегда. То же самое и касается макияжа глаз. Сегодня я возьму румяна от Essence под номером 30 Rolls Me Up. У меня здесь отвалилась крышечка уже давно, и мне кажется, сейчас упаковка у них немножечко другая. Они из серии Matte Touch Blush. Я думаю, они все еще имеются в продаже. При помощи пушистой кисти я, опять же, наношу румяна на самую высокую точку щечек и растягиваю их вот сюда. Я использую матовые румяна. У меня расширенные поры, и поэтому переливающиеся средства на лице, скажем, какие-то румяны или бронзер, я использую не так часто, потому что так поры подчеркиваются больше. Также румяна мы можем нанести и на носик. Это еще один из последних трендов, то есть мы растягиваем их здесь, скажем, по вот этой вот части лица. И еще я люблю использовать румяна вот здесь на подбородке и слегка здесь, так чтобы этот оттенок перекликался по всему лицу. И последнее это хайлайтер. Хайлайтер это заключительный штрих оформления лица. При помощи хайлайтера мы, опять же, подсвечиваем самые-самые выступающие участки на нашем лице. При помощи хайлайтера мы придаем сияние лицу, кожа выглядит сразу отточенной, холеной, заполированной. Это мне и очень, и очень нравится. Я вообще фанат хайлайтеров, если вы давно меня смотрите. И сегодня я возьму хайлайтер от MAC. Это их знаменитый бестселлер, который называется Soft and Gentle. И при помощи небольшой такой пушистой конусообразной кисти я наношу его вот сюда на выступающую точку скул. То есть на камере вы сейчас, скорее всего, тоже можете заметить это появляющееся сияние. Смотрится невероятно. Кожа сразу светится в прямом смысле этого слова. И на праздник, я считаю, это просто неизбежный шаг, который я выполняю. Даже в поседневной жизни, нанеся немножечко хайлайтера, ваша кожа уже сияет здоровьем. Помимо этого, я наношу еще хайлайтер вот сюда на переносицу и на кончик носа. Так мы визуально вздергиваем носик, и он получается у нас как бы такой немножечко курносенький, хотя он у меня и без того курносый. Хайлайтер можно наносить еще и вот сюда на верхнюю губу, именно на вот этот бантик. Так мы визуально делаем наши губы пухлее, но если мы будем наносить еще контурный карандаш, то в принципе этот шаг лично для меня не обязателен. Если у вас сухая кожа, и вы хотите добавить чуть больше блеска, чуть больше сияния на ваше лицо, то хайлайтер можно добавить еще и вот сюда над бровью. Я этим не балуюсь, потому что у меня, как я уже говорила, комбинированная кожа, и если нанести слишком много хайлайтера, то очень быстро можно заблестеть не так, как я это себе представляла. С оформлением лица мы закончили, теперь мы переходим уже наконец-то к глазам. Первым делом, что я всегда наношу на веки, это база под тени. Без базы мои тени не держатся абсолютно, они в течение нескольких минут начинают скатываться, весь оттенок, пигмент теней сразу съедается, и это выглядит так, будто бы я вообще не красилась. И сейчас для яркого макияжа, как и в принципе для любого, я буду наносить праймер под тени, в моем случае это Paint Pot от MAC. Скрывает какие-то венки, какие-то покраснения, капиллярчики, у меня очень тонкая кожа век, я думаю, что это случай многих, и поэтому, чтобы тени отлично легли, и чтобы какой-то посторонний цвет кожи, капиллярчиков, каких-то венок не мешался, это нужно все хорошенечко перекрыть. То есть мы опять же строим базу для наших теней. Я использую для этого кисть бочонок, это у меня Real Techniques, которая называется Deluxe Crease Brush. И затем при помощи чуть прихлопывающих, чуть растягивающих движений я наношу базу на все подвижное веко до брови. Еще один момент, на который я обращаю внимание. Вы можете либо поступать точно так же, либо пропускать этот шаг. А именно я припудриваю базу под тени, поскольку так тени будут лучше растушевываться на моем веке. База имеет слегка липкий финиш, поэтому если мы не будем припудривать саму базу, то может быть, что тени просто, знаете, припечатаются в одно место и будут очень плохо растушевываться. Безусловно, пигментация будет на высоте, но мы хотим все-таки, чтобы наши переходы в тенях были более мягкие. Мы переходим уже к теням. И, друзья, сегодня я буду использовать палетку от Наташа Динона, которая называется Glam Palette. Я считаю, при помощи такой палетки вы можете наколдовать абсолютно разные макияжи, хоть на каждый день, хоть что-то вечернее. Вначале я возьму растушевочную кисть конусообразной формы. Она у меня от Заева под номером 228 Luxe Crease. И буду использовать самый светлый оттенок, немножечко с таким коричнево-оранжевым потоном из этой палетки. Он называется Blend. И мы его будем наносить сейчас именно в складку века или, лучше сказать, чуть выше. По строению моего глаза я должна использовать этот оттенок чуть выше моей складки, чтобы так визуально приоткрыть свой глаз. Это мы используем для того, чтобы задать базу. То есть, при помощи такого нейтрального оттенка мы всегда можем хорошо растушевывать более темные глубокие оттенки. Наношу этот оттенок вот сюда и вывожу его слегка к виску. Опять же, вытягивая. То же самое я делаю и здесь. То есть, по линии роста ресниц вытягиваю этот оттенок вот сюда. То есть, это самый первый, самый базовый шаг в нанесении каких-либо теней. Базу мы задали. Теперь мы начинаем рисовать стрелочку. Я думаю, вы все знаете примерно, как можно нарисовать стрелочку. На ютюбе есть очень и очень много различных туториалов, как это делается. И сейчас мы будем рисовать стрелочку тенями. Если вы еще ни разу не рисовали стрелочку, то вам как раз подойдет именно этот вариант, потому что тени вы можете легко исправить. Поэтому сейчас мы будем опять же по нарастанию использовать оттенки от светлого к более темному. Я возьму оттенок, который называется Smoke. Это темно-коричневый оттенок из этой палетки. И при помощи скошенной кисти буду рисовать стрелочку. Стрелочку я всегда начинаю рисовать от внешнего уголка глаза, то есть от внешней линии роста ресниц. Вот отсюда. И затем, как бы вытягивая линию стрелочки. Берем наше нижнее веко, нижнюю линию роста ресниц. И как бы вытягиваем ее, продолжаем ее при помощи нашей стрелочки. То есть именно так мы можем понять, в каком направлении идет стрелочка. И это выглядит примерно так. Но поскольку у нас будет сегодня растушеванная стрелочка, то мы ее будем рисовать чуть выше, а затем растушевывать. То есть мы рисуем вот эту вот линию все толще, поднимаясь выше вот сюда. Но пытаемся каждый раз растушевать вот эту внешнюю сторону стрелки в дымку. Как вы можете заметить, мы все больше и больше наносим этих теней, двигаясь к центру века как бы, и растушевываем по мере нанесения теней вот этот вот переход. Чтобы стрелка получилась интенсивной, теперь я буду переходить к черному цвету. Вот такие растушеванные стрелки у нас получаются. Все это мы сейчас сделали с вами тенями, но чтобы нам добиться именно той выразительности, чтобы они стали еще чуть темнее, я буду использовать уже черную гелевую подводку. И сейчас вам уже не нужно бояться, потому что, в принципе, стрелочка уже готова. Мы просто будем черной подводкой идти по линиям нашей уже нарисованной стрелки. Плюс мы не будем полностью ее всю разрисовывать черным. Мы пройдем только по вот этим вот основаниям и, опять же, ее слегка растушуем, чтобы она не казалась у нас четкой границей. Черной подводкой я прохожусь по межресничному пространству, а также по верхней и по нижней слизистой. Но, друзья, здесь вам не нужно бояться тот момент, что вы везде нанесли, скажем, черный карандаш. Да, так глаза могут выглядеть меньше, но в том случае только если вы накрасили ресницы и подвели в круговую ваши глаза черным карандашом. Все. Сегодня же мы такого делать не будем. У нас, во-первых, растушеванная стрелка, которая вытягивает наш глаз. Помимо этого мы по нижнему веку будем также наносить тени, которые мы будем растушевывать, и так глаз опять будет открываться. А теперь на нижнее веко я буду наносить темно-коричневый оттенок, который называется Smoke, и втушевывать его в межресничку, друзья. Ну и чтобы этот оттенок не получался слишком резким, я опять захожу в оттенок Blend и наношу его также здесь поверх темно-коричневого и растушевываю весь переход. Ну а завершим мы такой макияж глаз блеском. Сейчас я возьму одну из своих любимых палеток от Pat McGrath. И здесь просто потрясающие прессованные пигменты. Я хочу сейчас использовать именно вот этот оттеночек. Так интересно, я смотрю на него под своим углом, и он выглядит фиолетовым, а на камере он выглядит совсем по-другому. Это просто такой цвет хамелеон. И я нанесу его пальчиком вот сюда. Теперь переходим к ресницам. Я буду красить как верхние, так и нижние ресницы. Я думаю, здесь нет ничего сложного. Главное в ресницах это всегда прокрашивать их от основания. То есть не только красить кончики, но также прокрашивать и основание. Так реснички будут приподниматься и будут выглядеть визуально гуще. Мои ресницы от природы закрученные, а также длинные, поэтому я никогда не использую именно специальных щипчиков для ресниц. Но сегодня мы, конечно же, воспользуемся и накладными ресницами, потому что, мне кажется, в таком макияже без них просто никуда. Сегодня я воспользуюсь своими любимчиками от Ardell под названием Whispies. На верхней части у меня уже заметно, что я их подрезала, но я возьму новую пару и подрежу ее опять по новой. Дело в том, что я люблю их разрезать примерно на одну треть и затем самую короткую половинку клеить на внешний уголок, и тогда ресницы получаются еще более эффектными. Получаются совсем коротенькие реснички, которые отлично смотрятся именно на крае глаза. Для новичков из вас я бы посоветовала использовать клей, который при высыхании становится прозрачный. Очень хороший клей от Duo. И для того, чтобы ресничка хорошо села и приклеилась сразу, нужно немножечко подождать секунд 30, чтобы клей именно на самой ленте схватился, и только потом вы можете уже клеить ресничку. Клеим, конечно же, на кожу очень плотно к своим родным ресницам. Но при помощи именно таких половинчатых ресничек вы можете очень хорошо тренироваться, потому что их намного легче клеить, чем ленточные ресницы на всю линию ресниц, понимаете? А здесь вы можете концентрироваться именно на краешке глаза и подправить быстренько то, что у вас не получается, сильно не наляпать. И вуаля! Ресницы на месте. Глаза выглядят более эффектными, более выразительными. Они не так сильно бросаются в глаза, именно накладные реснички, но с ними все выглядит уже капельку лучше. Мы переходим уже к губам. Конечно же, в таком макияже не нужно забывать о губах. И вначале я подведу губы контурным карандашом. Так мы подчеркиваем еще раз форму наших губ. Если у вас имеется какая-то асимметрия, то вы можете как раз подкорректировать вашу форму губ. Я буду подводить губы именно по нашему анатомическому контуру. Я вам уже рассказывала про такую особенность. Если подводить губы именно по анатомическому контуру, то они будут выглядеть чуть пухлее, чуть больше. Мы как бы не вырисовываем новые губы, мы просто подчеркиваем нашу природную форму. А помада у меня сегодня будет от дорогой Лены. Лена 864, которая называется Софи. На серединку я еще нанесу Honey Love от MAC. И мне кажется, у нас получился просто потрясающий микс на губах. Сбрызгиваю макияж спреем для фиксации. Так он продержится еще дольше. И на этом пошаговый, яркий, гламурный макияж уже готов. Я буду очень надеяться, что он вам понравился. Какие шаги лучше всего применять в нанесении такого яркого макияжа, чтобы он долго продержался, чтобы это выглядело эффектно, как будто вас кто-то накрасил. Список всех используемых средств у меня, как всегда, в инфобоксе под этим видео. Поэтому нажимайте на кнопочку «Развернуть» и читайте все, что вас заинтересовало. Ну а мы, друзья, увидимся с вами уже очень-очень скоро в моих следующих видео. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok